Мужчина должен иметь право носить оружие, стрелять из оружия и фотографироваться с оружием. Все советские дети имели доступ к оружию. В школе у нас была начальная военная подготовка. Автомат взять, разобрать, собрать. Я наоборот полагаю, что Кокорин молодец. Надо пропагандировать оружие. Здравствуйте, это Максим Шевченко и поговорим о футболисте сборной Александре Кокорине, который так бодро начал этот сезон, забив уже какое-то огромное количество голов, но недавно провинился перед интернет-аудиторией тем, что сфотографировался на кавказской свадьбе своего друга, футболиста, по-моему, тоже, с пистолетом, приставив его головы, и с двумя пистолетами тоже потом сфотографировался, и еще в воздух стрелял на этой свадьбе и выложил видеоролик. Чувачик, со свадьбой! И пошла волна осуждения Кокорина. И припомнили Кокорину шампанское в Монако, как он пил после, ну, прям, скажем, так себе выступления нашей сборной, хотя Кокорин, вспомним, был неплох. И припомнили ему много чего, и, в общем, опять Кокорин во всем виноват, и опять в год чемпионата мира по футболу нашу несчастную и многострадальную сборную хотят лишить футболиста, это очевидно заказная кампания против Кокорина, который забивает голы. Но дело не в голах, не в футболистах, и не в футболе, и не в чемпионате мира, честно говоря, которые мне абсолютно безразличны. Дело в этой кампании. Оружие стрелял в воздух. Вот моя позиция следующая. Мужчина должен иметь право носить оружие, стрелять из оружия и фотографироваться с оружием. Конечно, в рамках закона. Нельзя стрелять в людей. Нельзя стрелять, направляя оружие на людей. Но стрелять в воздух из оружия, если ты имеешь разрешение на его ношение, в местах, где от тебя ждут этих выстрелов, а где не ждут, как на свадьбе, таких выстрелов, если все хорошо. Конечно же можно. Тут, конечно, возникает вопрос про Умара Джабраилова, который стрелял в гостинице Four Seasons, по-моему, в потолок. Ну, как говорится, там уже мы все выяснили. Там были и порошки, и выстрелы в потолок, и стрелять, конечно, в потолок в гостинице, потому что ты недоволен горничной, нельзя ни при каких обстоятельствах. Но на Кавказе, да и с пистолета, да еще в веселой свадьбе, да еще в окружении своих друзей, почему бы не пострелять. Я вообще считаю, что вот это вот отношение к оружию, как к чему-то такому, с чем нельзя фотографироваться, что якобы на детей плохо действует, оно специально в нашей стране распространяется. Для того, чтобы лишить наших людей воли, мужества и привычки к оружию. В Америке ассоциация тех, кто хотел бы и владеет оружием, это несколько десятков миллионов человек. Это влиятельнейшая американская политическая общественная организация, перед которой заискивают все кандидаты в президенты. И поэтому американцы завоевывают мир, потому что у них есть в домах оружие разного типа, потому что они думают с ранних лет, с детства, о том, как с этим оружием обращаться, как этим оружием владеть. Поэтому это воинственная нация, которая ведет войну не на своей территории, а ведет войну за 3-9 земель от своей земли. И в советское время, несмотря на то, что оружие дома разрешено было хранить только охотникам и фронтовикам, военным, между прочим, оружие дома разрешалось, в спецсейфах и так далее, но все советские дети имели доступ к оружию. В школе у нас была начальная военная подготовка. Автомат взять, разобрать, собрать, пострелять. Да мы все ждали этого. Мы все любили это оружие. Оно продавалось у нас в виде детских игрушек, в детском мире и так далее. Помнили, это автомат Калашникова за 10 рублей. Это была мечта моего детства. Поэтому я, наоборот, полагаю, что Кокорин молодец. Надо пропагандировать оружие. Надо показывать, что популярный человек с оружием в руках это хороший символ мужского отношения к делу. Мы же не сомневаемся в рассудке Александра Кокорина. Мы же понимаем, что он не целил себя заряженным пистолетом, что он не целил в людей пистолет и не стрелял. Если он так делал, то, конечно, это безобразие. Так делал майор МВД Евсюков. Помните, когда он пришел в гастроном, накачавшись наркотой, и расстрелял там массу народу? Так делают постоянно какие-то непонятные сотрудники силовых структур. Но я считаю, что вменяемые нормальные люди, мужчины и женщины, могут иметь оружие, имеют право позировать с оружием, и что свободное владение оружием создаст в России, конечно, для людей, которые, а, пройдут психологическую экспертизу, б, не будут иметь каких-то уголовных рецидивов, и у них не будет запрета за их какое-то нарушение закона на ношение оружия. Так вот, свободное владение оружием есть признак здоровой, сильной и агрессивной нации, какой, безусловно, мы должны быть. Поэтому я объявляю благодарность Александру Кокорину за то, что он мало того, что забивает голы, и, надеюсь, еще забьет, но еще и за то, что он пропагандирует нормальное, здоровое, мужское отношение к оружию, которое есть у кавказцев, и, к сожалению, которое утрачено моим русским народом. Я хочу, чтобы и русские тоже свободно владели оружием, не боялись его, и чтобы на наших свадьбах и в воздух стреляли мужчины, оглядевшись, конечно, что нет рядом детей, и оружие направлено куда-то... Кстати, вот о детях. Я помню, мы были в пионерском лагере, мне было лет 9, и к нам приходили солдаты из Кантемировской дивизии, это было как раз по Нарфаминскому направлению. Я помню, когда солдат говорил, а сейчас, дети, мы будем стрелять. И воздух из автомата Калашникова, естественно, холостыми, дал несколько выстрелов. Какое у нас было счастье! Настоящие выстрелы! Из настоящего оружия! Поэтому, думаю, с детьми тут не все так просто. Но посмотрим, как все будет. Борьба за оружие, это борьба за будущее России. Я уверен просто в этом. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok